Добрый день, дорогие друзья, любители шахмат на Ческом Ру. С вами говорит гроссмейстер Алексей Ермолинский. Продолжаю, продолжаю работать. Второй тур и следующая наша партия из турнира претендентов. Это российское дерби. Ян Непомнящий против Александра Грищука. Вот были сделаны первые ходы. Из нашей с Володей Добровым комментаторской кабинки раздался громкий стон. Ой, не надо Берлина. Ну и что тут можно сказать? Просто было Берлина очень много. Мне кажется, как-то он пошел на спад. Я не знаю, его заметили или нет. Конечно, никто Берлин не опровергивал. Просто стали люди, наверное, играть эти позиции. Но тем не менее, всегда есть возможность, особенно для такого шахматиста, как Грищук, который все это внимательно изучал, очень хорошо все это знает. Да еще и в партии против Непомнящего. Ну, Ферзей все-таки надо менять против Яна по возможности. Поэтому выбор-то дебюта неожиданностью не был. Все равно мы застонали. И вот все это разыгрывается. H3, S1, F4. Ну вот интересно, что круг замкнулся. Когда-то очень давно я, кстати, рассказывал эту историю во время нашего репортажа вживую. Когда я первый раз повстречался с Берлином, который против меня сыграл Даутов. То я как-то вроде бы так по-простецки играл, но там неудачно получилось. Но потом, я помню, мы смотрели. Я участвовал в работе с некоторыми шахматистами над Берлином. Но вот смотрели все время какие-то. Конь маневрировал с С3, уходил на Е2, на F4. Но очень много было сил потрачено на все это. Но потом пришли к выводу, что... Белые вообще пришли к выводу, что надо развиваться. Надо выводить слона, пусть он на F4 стоит, не бог вискак, упирается в пешку. Но есть какой-то потенциал. Все-таки двинуть Е6 в какой-то момент. И лади должны выходить в центр. И вот сейчас в этом направлении все и идет. Белые делают отход конь G5. Уже давно было установлено, что черным не следует допускать взятия на Е6 в ситуации, когда они вынуждены брать пешкой. С одной стороны, это дает черному королю поле F7. Вроде бы это нужно, поскольку... Чтобы лади соединить. Но белым после этого, естественно, как-то легче двигать. Вот свои пешки вперед, F и G. Разница в том, что когда ладья берет на Е6, тогда конкретное давление на пешку Е5, конечно. Очень сильно. И также черные могут в какой-то момент пойти даже F6. Хотя ход F6 в принципе в Берлине сам по себе нежелателен, поскольку он открывает позицию. Белый избавляется от этой пешки Е5, которая в какой-то степени преградой является для их собственных фигур. Но в какой-то ситуации это возможно, если уже есть контр-игра прямая. Ну, то есть этот ход ладья А6 регулярно делается. Теперь следующее. Что делать с этой связкой? Ведь люди уходили конем с С3, потому что, наверное, волновались, как на это дело реагировать. Ответ, как выяснилось, очень простой. Надо вот просто вынудить размин. Сдвойные пешки. Ну, у белых вот эта вот партия с Даутом, она кончилась тем, что я потерял все три пешки мои на ферзовом фланге. Они все равно черные могут их достать, так или иначе, какие бы они ни были. Просто структура такая. Ну, если три против четырех, разумеется, у четырех пешек преимущество. Пусть даже одна из них сдвоена, и там проходную нельзя сделать. То есть белые рассуждают так, что на ферзовом фланге мне с ним все равно не бороться. Я должен концентрировать мои усилия все в центр и на королевском фланге. С этой точки зрения забираем слона чернопольного. Хорошее решение. Ну, все это знакомо всем любителям теории. Вот так играл Вашьева граф против Корякина. Вот здесь он пошел вперед. Все-таки ход Аш4. Он пешечный цепь белых разбивает. Все равно есть пешечное преимущество. Три против двух. Но напрямую они уже не идут. Пешка Ф не идет соединяться с пешкой Е5. Ну, в общем, не знаю, что тут. Сыграли они потом в ничью. Небольшое уточнение со стороны Яна. Король Аш2. И вот такой неожиданный маневр. Ладья поднимается на четвертый ряд. Слон сейчас отступит. Черный пока обязательную программу исполняет. Расставляет свои пешки идеально. И также подвели еще другую ладью. Так что белые совершенно... Ну, были не в настроении брать на Е6. То есть ситуация, когда черные могли взять ладью. Но теперь вот основная идея. Видна. То есть собираются белые взять. И ладью же не получится. Взять назад. Поскольку конь будет висеть на Ф5. Ну, вот скажем. Если рассмотреть. Что было бы, если бы черные ничего не делали? Белые сыграли бы так. Теперь пошли бы вперед. Ну, не то, чтобы это конец света. Разумеется, здесь у черных много-много ресурсов. Как обычно в Берлине. Все-таки фронт немножко узковат. Трудно провести пешку Ашферези. Но белые попробуют. Будут двигаться. Сдвоенные пешки, как это часто бывает. Они хорошо отнимают поля. Вторжение на соседние открытые линии. Вот стоят они на Ц2 и Ц3. И неплохо. Пускай себе стоят. Черный Ладья ворваться не может. Белые продолжают бороться здесь. Но Грещук, который... Вы, наверное, читали про это все. Может быть, видео смотрели. Как Александр рассказывал, что он пришел на партию. Там спал и проснулся. У него осталось 6 минут. Но даже спящий Грещук делает очень сильные ходы. Он ход-то сильнейший сделал. Ладья Ашфят. Вот вся идея белых в переводе Ладьи на поле Ф4 оказалась, что не работает она. Поскольку черные по-прежнему собираются на Е6 забрать Ладью. Только другой. В общем, Ян здесь попал в тупик. А когда белые попадают в тупик в Берлине, то иногда получается так, что на ничью уже сворачивать поздно. Наверное, вот в этой позиции Белым все-таки надо было пойти с Ж4. И попытаться вот как-то так. Но опять же, черные вот не хотят на Е7 ходить. Поскольку сразу же Ком бьет Е6. На этот ход можно сделать ход Короля Ж2. Это, кстати, не зевок. Потому что черные ладья все равно вынуждены бить коня. Здесь у черных есть ход Ф6. Ну, говорить о каком-то преимуществе у белых не приходится. Но, наверное, здесь после всех разменов в каком-то ладейном меншпале просто будет ничья. Как я полагаю. Бить надо на А6, там, уходить Королем и так далее. Вот Ян этого не сделал. Может быть, он не почувствовал еще. Может быть, просто думал. А может быть, глядя вот на на оставшееся время на часах противника, он решил подержать напряжение. Отошел с Ваном на Ц1. Конь Е7 Вообще загадочный. Настолько загадочный загадочный дебют. Теперь Конь вышел на Ц6. Слон вернулся назад, чтобы защищать эту пешку на Е5. И теперь Слон Ц8. Ну, у черных никаких проблем. Белым не удалось ничего создать. И вообще, в другой ситуации, будь у Грещука побольше времени, или, может быть, ну, турнирная ситуация, кто его знает. Очевидно, что он шел на партию ну, с таким расчетом, что ничья было бы неплохо. Черными против непомнящего. Но в какой-то другой ситуации, может, он не пошел бы конь Д8 менять коней. Можно было бы продолжать маневры коня. Сейчас конь придет на Ж6. Честно говоря, я не знаю. Тут какая-то неприятная позиция у белых. Не совсем понятно, что играть, поскольку черные планируют пойти Ф6. Может быть, они возьмут на Ф4. Потом они играют Ф6, атакуют коня. И потом, возможно, берут на А3. А там уже после этого они могут добраться до до пешек и ферзевого фланга. Белым очень трудно играть. Слоны в 5 какой-то ход. Немножко неприятен тоже. Знаю, по-моему, черных просто лучше. Было-то сыграно конь Д8. После этого хода партия, конечно, покатилась себе в ничейную гавань. Хотя в гавань же не катятся, да, в гавань плывут. Что ж я говорю? Он поплыла, значит, в ничейную гавань. Но даже здесь Яну пришлось собраться, поскольку и после размена коней вот разноответные своны, но еще ладьи-то есть на доске. Если черные успеют вывести в ладью с линии аж, ну, вот можно посмотреть по ходам, как это было. Король на аж 7. Вот он здорово пошел с вон же 5. Обратите внимание на этот ход. Подготовить вторжение на Д8 с одной только идеей. Разменять ладьи все. Потому что иначе черные стали бы двигаться потихонечку. Там это Б5, Б4 и начали бы просто играть на победу. Но опять же в другой ситуации, если бы время было, в этой позиции могли черные сыграть себе слон Д5. Поставить пешку на С6. Теперь следующий этап. Эту ладью на Е6, чтобы белого слона не пускать через Е7. Там куда-то на Д6. Это не надо. Но это движется в никуда. Ну и дальше. Действовать дальше. Б5, Б4. Почему бы и нет? Ну Горячок очевидно, учитывая показания своих часов и общую установку на партию. Не хотел такими делами заниматься. Пошел просто ладья Б8 и здесь последовал ключевой ход, который оформил ничейный результат партии. Размена размены и ладья Д8. Очень хорошо. Ну что ж, вот результаты принудительной жеребьевки, когда российские шахматисты должны были играть между собой. в общем-то Горячуку Лавров не принесли особенных. Он закончил это дело двумя ничьями. Ну вот, разумеется, о партии между Кириллом Алексеенко и Яном Непомнящим она была сыграна в следующем туре, в третьем. Мы поговорим потом. Ну вот так вот события, развивались события в Екатеринбурге. Очень интересно все это было смотреть и очень интересно записывать про это мои ролики. Смотрите пожалуйста. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Горосмейстер Алексей Ямолинский. Ямолинский.